Кто такие вампиры? Известна и роль психического фактора в развитии заболеваний. Неосторожно сказанное слово, взгляд, конфликты, неурядицы. Все это отражается на биополевой оболочке, внутреннем биоэнергетическом состоянии человека. Психическое здоровье – это способность человека адекватно реагировать на внешние и внутренние раздражители. Умение уравновесить себя с окружающей средой. Оно тесно связано с нравственностью, которая по определению Даля определяется как воля, любовь, милосердие, страсть. Как видите, воля здесь поставлена на первое место. Что можно ожидать от человека, говорящего одно, думающего другое, а делающего третье? Мы говорим, он бездравственен, а с точки зрения биоэнергетики болен. Если таких людей много, больны общество, система. Одними из самых тяжких грехов является ложь, обман. Обманывая себя и других, человек кривит душой. Одновременно травмируют и провоцируют возникновение вначале функциональных, а затем патологических, психических расстройств. В клетке меняется полярность мембраны, когда положительный заряд перемещается внутрь, а снаружи отрицательный. Таких людей мы называем живыми трупами. Особенно это страшно, если подобное чувство закладывается с детства. Злоба к людям. Обида на них, подобно ржавчине, разъедает души людей. Вот почему укоренившийся в нашей стране постоянный обман, особенно идущий от власть имущих людей, отучил их честно работать, жить по законам Вселенной, тем самым уничтожая их нравственное начало и духовный мир. Честным же людям остается только уповать на лучшие времена, и то, что подобное состояние, когда система постоянно находится в возбужденном состоянии, долго существовать не может. Нравственность – это в первую очередь правдивость во всем. Вот почему мы сейчас так остро испытываем дефицит, милосердие. Распространенными стали конфликты, склоки, озлобленность, эгоцентризм. Психическое состояние тесно связано с физическим, то есть здоровье во многом зависит от настроя. И все эти понятия – психическое, физическое, нравственное – как бы переходят друг в друга. Нарушение одного состояния – уже болезнь. Человек, к счастью, столь совершенен, что вернуть его здоровье можно практически всегда. Только необходимы усилия, которые возрастают по мере увеличения возраста и тяжести заболевания. Чтобы быть здоровым, надо вести праведную жизнь, формы которой могут быть разнообразными. По сути одна – человек должен находиться в гармонии с внутренней и внешней средой. А духовная сфера должна быть выше материальной. Чем выше духовный потенциал человека, тем больше вокруг него биополя, тем мощнее защита организма. Из-за неправильного образа жизни, завистливого, властного, эгоцентрического характера, частых болезней, человек теряет много энергии. И для ее компенсации переходит на уровень вампиризма, когда начинает подпитываться не из космоса, а от людей. Бывает вампиризм неосознанный и осознанный. Например, человек, ушедший в болезнь, своим рассказом вызывает жалость у других людей и одновременно подпитывается от них энергией. Таким занудством характеризуется лунный, то есть неосознанный вампир. Эти люди вечно всем недовольны. Вошедшие в свои болезни, они находят постоянного, доброго, жалостливого слушателя, которому после этих разговоров становится плохо, а вампиру – хорошо. Опаснее вампиризм осознанный – это солнечный вампир, у которого на фоне нормального состояния происходят немотивированные эмоциональные взрывы. Например, мать по отношению к своим детям, начальник к подчиненным, делающие людей зависимыми от себя, создавая у них чувство псевдо-вины. Я тебя люблю, а ты? Я тебе все отдала, а ты? Я делаю для тебя все, а ты? И в последующем такие люди становятся зависимыми от тех, кто обеспечивает их спокойствие, они становятся безвольными. Хотя все обставлено благородно, и связь устанавливается добровольно, но результат один – идет энергетическая потеря, когда одному после такой встречи плохо, а другому – хорошо. Компенсируется эта утечка энергии весьма своеобразная. Немотивированное поведение, взрывные эмоции, алкоголь, курение, различные заболевания и даже самоубийство, которые можно рассматривать как безысходность и неумение уберечься от постоянных утечек энергии. А у вампиров возникает тяга к подпитке энергии, не только от одного, но и от многих людей, вводя их в эмоционально неустойчивое состояние, при котором люди быстрее теряют энергию, создавая конфликтные ситуации. Такие люди-вампиры, особенно руководители, чувствуют себя лучше. Все остальное их мало интересует. Повторю еще раз, вампиры – это энергетические паразиты, как правило, натуры психопатического склада, склонны к скандалам, унижению окружающих, слушают только себя, мнение других их не интересует, подозрительны, закончены эгоисты и зануды. Как правило, они начинают разговор о том, что все плохо, что хороших людей уже нет, часами могут говорить по телефону и так далее. Кстати, вампирам никогда ничего не давайте, мала вероятность, что вам вернут долг. Особый кайф для вампира, если он доведет вас до слез. Там, где вампиры цветы быстро вянут, часто ломается техника. Они не любят горячей пищи, чая или кофе. Им всегда жарко. Это основные характерные черты вампиров. Там, где возникают скандалы, склоки, ищите вампира. Защита. Никакой паники. Настрой должен быть оптимистичен. У меня все хорошо, жизнь прекрасна. Я не поддаюсь никаким козням. И, боже упаси, эмоционально реагировать на реакцию вампира. Он только и ждет этого. Избегайте людей, возле которых вы испытываете дискомфорт. Не вступайте в ненужную полемику. Не давайте возникнуть у вас страху перед ними. Изучение энергетического обмена между людьми показало, что он оказывает коственное или прямое влияние не только на семейное или производственное отношение, но и на здоровье. Продолжение следует...